Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я и ведущая Христина Стэц. Директор Института национальной памяти Владимир Ветрович выступил за перенос выходного с 9 на 8 мая. По его мнению, 9 мая как выходной день используется для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций. Этот и другие аспекты дня памяти и примирения, а также дня победы над нацизмом, я обсажу с моим гостем, научным сотрудником Центра исследования освободительного движения Игорем Бегуном. Игорь, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы пришли. Но вот как бы вы оценили вот такое предложение? С одной стороны, многие говорят, да какой смысл, какая разница 8 или 9 мая, да, вот такой государственный выходной. А с другой стороны, господин Ветрович говорит и объясняет, по сути, почему важно именно 8-го устроить вот такой всеукраинский выходной день? Дело в том, что раз уже главный государственный праздник в честь окончания Второй мировой войны у нас переносится с 9 мая на 8 мая, то логично, что и государственный выходной тоже должен быть 8-го числа. А вот как считаете, почему этого до сих пор не произошло? Почему этого до сих пор не сделали? Да, вот одновременно. А когда праздник перенесли, выходной день перенесли? Потому что, опять же, если это остается вот на этот год осталось, на следующий год, это такой момент для манипуляций политических, полемики разные. Вот зачем это? Наверняка это вопрос такого компромисса, потому что за один день, за один раз, за один год сразу традицию, полувековую традицию невозможно переломать. Поэтому наверняка решили сделать постепенно. Вначале, чтобы у нас люди привыкли к тому, что День памяти и примирения 8 мая вообще существует. А те, которые привыкли к Дню Победы и к выходным, к разным торжествам 9 мая, для них еще эта возможность осталась. Но потом постепенно можно будет, когда все привыкнут, и перенести вот этот выходной на 8 мая. Тем более ничего, по сути, не поменяется. А выходной, как был один, по этому поводу он так и остается. Вот в последнее время, в последние дни я слышала много споров по поводу 9 или 8. 9 или 8. Мы знаем, что история тоже по-разному описалась. Есть разная литература, есть разные историки. У каждого свое мнение, свои даты, цифры и так далее. Вот если у вас, например, люди спрашивают, вот почему не 9, почему 8? Каким образом доступным вы вот этот момент объясняете? Это объясняется просто, потому что европейская традиция, вообще общемировая традиция отмечать окончание Второй мировой войны в Европе 8 мая. Потому что именно 8 мая вступило в силу соглашение о капитуляции Германии. А дата 9 мая появилась только потому, что Иосиф Сталин был недоволен тем, что Германия капитулировала не перед Красной армией, а перед армиями западных союзников. Поэтому Сталин организовал, как бы сказать, повторную церемонию подписания капитуляции. И когда этот документ был подписан, то по московскому времени было уже первые часы 9 числа. И поэтому в Советском Союзе все праздновали по московскому времени, поэтому и появилось 9 мая, а не 8. Хорошо, здесь понятно все. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее предложил альтернативу российской акции «Бессмертный полк». Далее вот как его предложение звучало. Цитата. «Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в человеческом историческом измерении». Он написал, комментируя предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе и пропавших без вести в оккупированном Крыму, политзаключенных и так далее. Как бы вы оценили такое предложение, как наш ответ на этот «Бессмертный полк»? По этому поводу тоже есть очень много провокаций, очень много манипуляций. Стоит ли таким образом отвечать на это? Кстати, акцию украинского ответа на «Бессмертный полк» я видел лично вчера на Крещатике. От здания городской администрации промаршировали наши военные. И родственники погибших воинов на востоке страны, да, они шли, маршировали и несли портреты тех украинских бойцов, которые погибли в войне с Россией. То есть эта акция, она уже есть, она такая была. По поводу заявления господина министра, то я понимаю, что такое предложение было, собственно, ответом на то, как используется акция «Бессмертный полк», а её используют именно пророссийские силы, для того, чтобы утверждать только пророссийскую концепцию Дня Победы, Дня Победы в Великой Отечественной войне, как они это называют. Но лично, по моему мнению, не совсем корректно смешивать память о людях, которые погибли вследствие репрессий и память о людях, которые погибли в боях на фронте или в боях с нацизмом. Это немножко разные понятия, разные периоды. Вот если мы говорим о 8 мая, это День памяти и примирения, вот этот момент примирения, он звучит и во время президентства Петра Порошенко, и во время президентства ещё Виктора Ющенко. И вот сейчас, 8 мая, в День памяти и примирения, новоизбранный президент Владимир Зеленский тоже публиковал фотографию, на которой связная украинская повстанческая армия и капитан морской пехоты военно-морского флота СССР. Да, вот тоже и он между ними стоит. Это тоже была такая фотография, как символ этого примирения. Можно уже сказать, что это тот факт, который уже в Украине совершился? Или на самом деле переназвание праздников, перенесение дат, это ещё не всё, что сделано, и надо ещё несколько лет для того, чтобы это укрепилась, вот эта традиция, да, и это примирение в Украине? Ну, это процесс. Это не одномоментный акт. Это, конечно же, процесс, и к людям это доходит, так сказать, постепенно. И, конечно, будут те, которые, у них какие-то свои идеологические взгляды на прошлое, на толкование прошлого, поэтому они никогда не воспринут. Но в основном я уверен, что вот пришло 5 лет этой новой традиции, будет, пройдёт ещё 5 лет, 5-10 лет, и я думаю, что, ну, вот, примирение, утверждение Дня памяти и примирение, а также примирение между украинцами, которые воевали на разных фронтах во Второй мировой войне, и примирение вот этих вот памятей о разных аспектах войны, оно совершится. А как бы вы оценили динамику этого процесса сейчас, да, то, что мы наблюдаем? Есть какие-то маркеры, какие-то сигналы, которые свидетельствуют о том, что динамика позитивная или наоборот? Вот, потому что, ну, война с Россией, да, она продолжается, в России своя правда, своя история, пятая колонна, никто в Украине её не отменял, про кремлёвские силы в Украине, информационно, они делают много для того, чтобы вот этого примирения всё-таки не произошло. Я вижу положительные тенденции, даже вот просто такой простой пример, вот, у нас на одежде есть красный маг, это как символ вот этого праздника, раньше это была георгиевская или гвардейская лента, сейчас лента, во-первых, она дискредитирована, именно пророссийскими вооружёнными формированиями на Донбассе, и, кроме того, она уже официально запрещена, и, кстати, традиция употребления маг, традиция использования магов, она очень прижилась, потому что, ну, теперь все средства массовой информации на заставку ставят маги в школах, даже в каких-то других образовательных учреждениях, даже дети проводят уроки, у детей проводятся уроки по изготовлению этих магов. Маг как символ, то есть символ памяти, символ крови всех тех погибших на войне, он отлично заместил вот эту вот советско-российскую георгиевскую ленточку. То есть это вот на уровне символики уже произошло, а символика – это очень много. Ну, и знаете, по поводу цифр, вот немножко есть от Киевского международного института социологии, вот, говорится о том, что если в 2013 году 40% опрошенных граждан Украины указывали День Победы в пятёрке самых важных праздников, то через пять лет, уже в 2018 году, таких осталось, ну, уменьшилось, да, до 31%. То есть за пять лет 9%. То есть количество тех людей, для которых День Победы, ну, сейчас уже День Победы над нацизмом, да, он в пятёрке самых важных, количество этих людей уменьшилось. И можно предположить, что количество этих людей будет уменьшаться и далее? Думаю, да. Дело в том, что, ну, по сути, во второй половине XX века День Победы был самым главным, по сути, праздником в Советском Союзе. Он, по сути, затенял даже День Октябрьской революции, потому что революция была всё далее и далее в прошлом, а Великая Отечественная война, в том понимании, она была относительно недавно, и было очень много ветеранов этой войны. И поэтому на фоне этого, вокруг этого строилась, ну, по сути, тогдашняя государственная идеология. Ну, а поскольку Украина уже вот больше 25 лет независима, то появляются новые праздники, которые, ну, вот, актуальны здесь и сейчас. Тот же, например, День Независимости Украины. Это, наверное, всё-таки самый главный праздник для Украины. Ну, и кроме того, по сути, переосмысление вообще всего советского наследия, переосмысление всего украинского прошлого, открытие новых и новых страниц истории, которые замалчивались, это всё приводит к тому, что тоже появляются новые какие-то памятные даты, новые праздники. Ну, и вот это всё ставится, так сказать, в один ряд, ну, и уже День Победы над нацизмом, он, ну, занимает не первое место, скажем так. Ну, вот если ещё раньше, да, в 16-м году социологическая группа «Рейтинг» спросила украинцев, какие праздники они считают важными для себя, и вот 9 мая стал самым популярным, то есть 39% опрошенных поставили на первое место 9 мая, и вот День из зависимости, о котором вы вспомнили, 30% дали ответ, что вот для них именно этот день самый важный, это как праздник нерелигиозный, да. Хорошо, если мы говорим о том, как меняется динамика, да, цифры меняются, то, что мы наблюдаем, то, что мы слышим по телевизору, по радио, то, чем обучаются дети в школе и так далее, и так далее, как бы вы оценили, насколько много мы сейчас делаем для нашей национальной памяти, исторической памяти, да, для того, чтобы сохранить и иногда даже проявить свою идентичность даже вот в этих праздниках, в этих цифрах? Думаю, мы делаем достаточно. У нас есть целая институция, которая занимается национальной памятью, это Украинский институт национальной памяти, и я с коллегами очень много принимал участие в различных проектах, инициированных институтом, кстати, пользуясь возможностью. 8 мая открылась выставка про украинцев в советских концлагерях на Крещатике, вот это наш общий проект. Кроме того, ну, за последние лет можно наблюдать, так сказать, бум научно-популярной исторической литературы, множество различных инициатив по поводу или создания мемориалов, памятников, или, например, там, проведение лекций, открытых лекций и тому подобного. Конечно, открытие архивов, например, которое произошло, вот именно советских архивов последние несколько лет в Украине, это тоже очень хороший стимул для исследования, ну, тех аспектов, Второй мировой войны, которые раньше не были известны, о которых не говорили. Поэтому, ну, тут ещё просто поле непаханное для историков, для того, чтобы эти все, ну, там, тысячи и тысячи архивных дел изучить, исследовать, написать и, собственно говоря, опубликовать. Ну, вот и совсем коротко, уже завершая наш разговор по поводу научно-популярной литературы, о чём вы сказали. Есть какой-то автор, какая-то книга, да, вот, не знаю, последних годов, которую вы бы посоветовали почитать нашим зрителям, которые интересовались бы темой 8-9 мая, для того, чтобы для себя какие-то точки над ней расставить? Я посоветовал бы, наверное, два таких издания. Первая – это книга Ивана Гоменюка под названием «Провисники Другой святовой войны». Она рассказывает про те военные конфликты в межвоенный период, которые, по сути, были предшественниками, предвестниками Второй мировой войны. Она же не возникла на пустом месте. Вторым изданием я бы посоветовал книжку «Вейна и миф» «Навидома друга святого». Это тоже коллективное издание Украинского института национальной памяти, Центра исследования освободительного движения и других партнёров. Это сборник 50 самых популярных мифов, которые появились и в советское время, и в постсоветское время на тему Второй мировой войны и Украины в ней. Да, вот, спасибо вам и за рекомендации, спасибо и за разговор. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был научный сотрудник Центра исследования освободительного движения Игорь Бегун. Я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь с ЕйТиВи.